Сразу скажу, что вопрос стоял, когда задавали вопрос, можно ли делать эти операции в одну госпитализацию, могу ответить, что мы обращались письмом по этому поводу к разным отделениям и обязательно медицинского страхования и другим организациям. Вы можете делать это только в рамках ОМСВМП бесплатно и делать это одномоментно, не взимая никаких денег при одной госпитализации. На сегодняшний день актуальным вопросом становится проводить эти операции, когда, зачем и кому эти операции делать. Я постарался каким-то образом дать такое определение симметризирующим операциям. На мой взгляд, это одномоментно-срочная операция на контролатеральном молочной железе, направленная на достижение симметрии молочных желез. Безусловно, каждый из нас видит и знает этих пациентов, которым требуются такие операции, поэтому вопросы, когда, кому, зачем это делается, всегда становятся актуальными. В некоторых случаях, например, все пациентки, которых я вам покажу сейчас в последующих слайдах, становится вопросом, зачем это делать, если можно добиться хорошего эстетического результата путем маленькой операции, путем выполнения туморектомии или же лампектомии и добиться хорошего результата, не делая каких-либо вмешательств на контролатеральном молочной железе. Соответственно, этой пациентке можно было, конечно, выполнить операцию другого рода, выполнить симметризирующую операцию. Может быть, результат был бы более эстетичным и красивым, но, в принципе, если пациентка не настаивает ни на каких других вмешательств на противоположной стороне, то такие операции вообще не следует выполнять. Или же вот еще одна пациентка, очень сложные локализации в верхних квадрантах. Разрезы, если пациентка согласна на разрезы такого характера, как вы видите на данном слайде, это скользящий светлоскут, если пациентка согласна именно на такой разрез и ее не смущает эти разрезы в зоне декольте, почему бы не сделать такого рода операцию и не делать операцию на контролатеральной молочной железе? Еще одна пациентка, самый распространенный, верхние и наружные квадранты, изгиб линии позволяет избежать ротации и перемещения сосково-ареолярного комплекса в сторону акселярной зоны, поэтому такого рода операция вполне выполнима и без какой-либо дополнительной операции на противоположной контролатеральной молочной железе. В принципе, встает вопрос, зачем выполнять, допустим, такие же операции вот этим пациенткам. Здесь вопрос актуальный и сразу становится понятным, что да, действительно, этим пациенткам нужны симметризирующие операции. Вы выполняете обычную операцию, которая сводится к тому, чтобы выполнить операцию по типу инвертированного Т, получаете хороший результат с одной стороны, где было заболевание, причем этот результат пациентке нравится намного больше, чем имеющаяся молочная железа, и, безусловно, она хочет сделать какую-то операцию на контролатеральной молочной железе и получить абсолютную симметрию, которая бы позволила ей уже не подбирать белье или же не чувствовать себя в каком-то либо месте неполноценной или же асимметричной. Соответственно, да, этим пациенткам нужно делать операцию симметризирующую. Второй вопрос, когда эти операции делать? Покажу ряд пациенток, которым, например, в данном случае пациентке было выполнено удаление образования, на границе внутренних квадрантов путем обычного радиального разреза, и пациентка обратилась к нам. Вы видите, в принципе, мы провели операцию справа по типу Бэтвинг, слева провели симметризирующую операцию по типу обычного редукционной мамопластики, получили такой результат, провели лучевую терапию, никаких осложнений мы не получили. Соответственно, одномоментно выполненная симметризирующая операция в данном случае была оправдана. Это результаты через 6 месяцев после лучевой терапии. К чему я веду? К тому, что лучевая терапия, безусловно, оказывает влияние на результаты вашего лечения. Опять-таки, еще одна такая пациентка. Вы видите, что имеется асимметрия, разность объема. Выполненная одномоментная, вы видите, асимметризирующая операция с другой стороны, пациентка получает лучевую терапию. Результаты, которые никто из вас предсказать никогда не сможет. Чем закончится лучевая терапия для определенной пациентки, потому что существует и радиочувствительность, резистентность каждого пациентка, резистентность ткани к радиоизлучению. Поэтому результат непредсказуемый. Получить вот такой результат в итоге вы можете вполне с любой из пациенток, которые выполнили симметризирующую операцию на контрлатеральной малышной железе. Поэтому становится вопрос, следует ли делать это одномоментно. Соответственно, вопрос такой становится и с другого рода пациентками. Выполнять ли операцию, делать ли эту операцию сразу после лучевой терапии, вот как в данном случае. Значит, мы делаем сначала операцию по заболеванию на правой молочной железе, потом выполняем лучевую терапию, получаем какой-то результат. Через полгода или через год мы выполняем симметризирующую операцию на другой стороне, и тогда результат более предсказуемый, и вы получаете более хороший эстетический результат, как вот в данном случае. И третий вопрос, который у нас встает, это кому выполнять такие операции. Безусловно, все пациентки со средним и большим объемом молочной железы, у которых выполняется резекция в том или ином виде, онкопластическая резекция, либо резекция обычная, в последующем, конечно, нуждаются в симметризирующей операции с другой стороны. В данном виде, какие получаются результаты, если выполнять эти симметризирующие операции с пациентками больших и средних объемов молочной железы, обычные операции, которые не носят сложности. На сегодняшний день я не вижу никаких проблем для выполнения таких операций. Как сказал Петр Владимирович, если у вас существует хорошая команда для выполнения такой операции в любой из профильных, в любом учреждении нашей страны, поэтому вы можете получить такие же результаты, как и мы. Здесь вы видите кожный проекционный лоск, который ни в коем случае, ни в коем образом не влияет на эстетический результат, и когда вам приходится удалять кожный лоск. Это все операции, которые касались, безусловно, органосохраняющей хирургии, но существует ряд пациенток, которым вы выполняете подкожные кожесохранные мастектомии. Безусловно, этим пациенткам тоже нужна симметризирующая хирургия, тоже нужны симметризирующие операции. Вы видите, что в данном случае установленный имплант, пусть будет это установленный имплант с дополнением торакодорзальной мышцы или же без нее, и, соответственно, получить асимметричную молочную железу вы можете на любом западе. Вот данная пациентка, вы видите, что установлен экспандер. На мой взгляд, мы еще во второй секции, когда будем обсуждать после обеда, когда и как следует выполнять одноэтапную или двухэтапную реконструкцию при возможном проведении лучевой терапии, это тоже очень актуальный вопрос. И в этих случаях, конечно же, выполнение симметризирующей операции, безусловно, нужно делать на втором, на третьем, на четвертом этапе, а лучше всего отсрочно, когда вы получите все поздние постлучевые изменения и ранние и поздние постлучевые изменения. Тогда симметризирующая операция будет носить характер удовлетворительный или же хороший эстетический. Соответственно, каким образом выполнять эти все симметризирующие операции? Безусловно, для того, чтобы получить хороший эстетический результат, желательно выполнить одинаковые операции с двух сторон. Соответственно, если речь идет о том, что вы выполняете подкожную мастектомию, кожесохранную мастектомию с одной стороны, для того, чтобы получить хороший эстетический результат при помощи симметризирующей операции с другой стороны, вы должны выполнить операцию такого же рода. Если вы выполняете операцию совершенно другую, например, вы сделали подкожную мастектомию, установили имплант, препекторально-субпекторально не столь важно, получили хороший результат на импланте и выполняете обычную редукционную мамопластику с другой стороны, то вы, безусловно, получаете временный эффект. Почему? Потому что редукционная мамопластика и имплант с другой стороны через полгода в лучшем случае, а так и через три месяца у вас будет выражена асимметрия, когда возникает уже птоз редуцированной молочной железы, и все ваши манипуляции оказываются бессмысленными. Соответственно, вот такого рода пациентки, они, безусловно, более привлекательны для асимметризирующих операций, когда вам следует установить экспандер, поставить имплант, сделать аугументацию с другой стороны и получить хороший эстетический результат. Еще одна пациентка, когда вы видите, установлен экспандер, сформирована субмомарная складка, выполнена аугументация с другой стороны, получен приемлемый эстетический результат два года после операции. И, соответственно, опять-таки вопрос о выполнении асимметризирующих операций на сегодняшний день, безусловно, актуален. Но вот эти вопросы, три вопросы, которые стоят передо мной до сих пор, когда, зачем, кому, они до сих пор актуальны. Поэтому на сегодняшний день я не могу вам предметно сказать, что да, это нужно делать одноэтапно, да, это нужно делать в одну госпитализацию, да, это желательно делать у тех-то пациенток без учета каких-либо особенностей анатомических или же клинических. И в заключение я хотел бы сказать, что для достижения хорошего эстетического результата органосохраняющие или же реконструктивно-пластические операции, безусловно, могут добавляться симметризирующие операции на контрлатеральной молочной железе. Время выполнения симметризирующей операции зависит от персонального подхода к пациентку и от комбинированного или комплексного лечения, которое предстоит пациентке. И симметризирующая операция на молочной железе у больных раком молочной железы направлена, безусловно, на улучшение результатов лечения и реабилитацию с улучшением качества жизни наших пациентов. Спасибо большое. Спасибо большое.